И думаю, что-то страшно мне. Купила телефон. Настёня сегодня будет стричь волосы. Вот так вот мы и идём, понимаете? С кругами, со всеми делами. Доброе утро, мои хорошие. Я начинаю новый влог на эту дебильную камеру моего телефона. И сегодня... Что сегодня? Сегодня в планах поехать в магазин, посравнивать цены на телефон, посмотреть вообще камеры там и так далее. Сегодня мне нужно забрать три посылки, одну из них отправить. Мне нужно заехать в СДЭК, мне нужно забрать в Фоберлик, мне нужно заехать на почту. Всё в раз пришло, поедем. Надеюсь, я это всё потом домой донесу. И ещё сегодня я вам покажу свой новый-новый пылесос. Я уже расскажу, как он работает в процессе. Отдельный ролик вы сможете посмотреть на моём втором канале. Распаковка более детальная. Ссылочку оставлю под видео или где-то здесь. В общем, отправляемся со мной. Сейчас чуть-чуть в порядок себя проведу, кофе ещё хряпну и поедем. Вот, почти всю рыбку нарисовал, да? Да. А глазик ещё нарисуй. По линиям всё веди. Бровка. Готово. Чуть-чуть осталось. В итоге Дэнни разрисовал всю рыбу, закрасил. Посмотрите, какая красивая. Она разноцветная у нас получилась. Это из фикс-прайса такая штучка. По-моему, фикс-прайсы брали, уже не помню. Классная рыба, Дэнни? Да. А ещё будешь рисовать что-нибудь? Да. А кого мы будем рисовать? Смотри у нас. Вот, открывай. А, ну это можно вставить вот так, вот так на полочку. Смотри, вот так, раз. Девочки, вот он мой новый пылесос. Хотела вас с ним познакомить поближе. Пылесосом я уже пользуюсь неделю. Очень им довольна. Он очень мощный. У него фишка в том, что он сгибается. Тем самым можно проникнуть в самые труднодоступные места. У меня таких мест на самом деле не очень много. Но если у вас такие места есть, то этот механизм очень здесь крутой и очень простой. Здесь работает также подсветка. Дополнительно видно всякую пыль. Здесь, кстати, датчики идут, которые видят пыль разную. И в соответствии с этим начинает работать определённая функция для того, чтобы более эффективно всё это дело очистить. Щётка здесь с электроприводом для более лёгкого скольжения. Турбо-щётка, которая легко вытаскивается и очищается. Колёсики. Очень плавно всё, смотрите, двигается. Здесь у нас есть индикаторы. Индикаторы мощности, батареи, заполнения. Также можно включить на автоматический режим и просто пылесосить. И плюс-минус – это мощность. Здесь также есть кнопочка, которую можно также регулировать, включать, выключать. Прозрачный бак для мусора. Всё видно. То есть, когда вам всё это дело убирать. Здесь у нас вставляется аккумулятор. Аккумулятор сейчас у меня заряжен. Он выглядит вот так вот. Заряжать его можно где угодно. Он вставляется сюда. И, в общем-то, мы легко начинаем с вами пылесос. Я этим пылесосом довольна. Он легко чистится, он лёгкий, он не сильно шумный. Он очень манёвренный, очень мощный, что самое главное. Это сейчас я вам показывала ещё вообще, а не на всю мощность. Тут вся мощность, он вообще как будто взлетает, если честно. Давайте я вам продемонстрирую. Понимаете, да? Всё очень серьёзно. Но вообще я сняла отдельное видео по нему. Вы можете пройти на мой второй канал. Посмотреть, что входит в комплекте. Как всё крепится. Это очень всё удобно. И более подробно я рассказываю на втором видео об этом пылесосе. Так, в использовании неделю я им очень довольна. Вот, и рекомендую вам сейчас хорошие скидки на него. Ссылочка будет под видео. Сейчас в комментариях, выходя из дома, прочитала к своему последнему ролику о том, типа, в шоке. Я что делать, что у меня камеры нет. И там одна из девушек, ну, ролик только вышел, да, и только свежие комментарии. И написала, что вот горе, что в мире тебе творится, у тебя какая-то фигня, типа, вот приоритеты. Во-первых, по этому поводу могу сказать, что я считаю, что к горе любого человека нужно относиться с уважением. Потому что всё в этом мире относительно. И то, что для вас кажется пшик, понимаете, ерунда какая-то. Для какого-то человека это может быть очень сильная психологическая травма. Это я, например, говорю, да. Я не говорю, что у меня там из-за камеры какая-то психологическая травма. Понятное дело, что меня вообще, в принципе, в жизни могут не трогать такие вещи, от которых люди в депрессиях годами, понимаете. Смысл жизни у которых теряется. Как, например, как минимум люди сходятся и расстаются. И многие из вас что делают? Плачут, падают в колени, пытаются всячески манипулировать и что-то сделать, чтобы вернуть своего любимого. Унижаются. Да и вообще, в принципе, 90%, даже больше, я скажу, 99%, если брать женщин, да, в отношениях несчастные. Я вообще в целом вижу мало людей, которые счастливы по жизни. Поэтому я к тому, что горе у каждого человека, оно относительное. Кто-то камеру разбил, и у него печальная печаль, да. Хорошо, если есть деньги, и ты легко пошел себе купил там 200 таких камер, как 100 рублей потратил. Да ты и зацикливаться не будешь на эту тему. Может быть, тебя там и не тронет ничего. Но все равно привязанности никто не отменял. И когда ты что-то теряешь, разбиваешь, воруют у тебя, что-то портится, ну, это как бы неприятно, как минимум неприятно. Ну, в моей ситуации я, может быть, кажется, что я, может, как-то там богато живу, и у меня очень много денег. Это, может, кому-то так кажется. Опять же, это все относительно. Может быть, потому что у кого-то на хлеб не хватает, и кто-то меня смотрит. Хотя телефон, если есть, наверняка на хлеб хватает, да. Потому что телефон надо обслуживать все-таки. Но не суть, важно. Разные ситуации бывают. Это я могу представлять много чего, как оно может быть. Просто для меня это горе-горе, потому что это лишняя статья расходов, которая, ну, как бы... Нет, для меня камеру купить, это не 100 рублей потратить. Да, и очень дорогую какую-то камеру я даже не могу вот так взять и выложить сумму там в 100 тысяч. Естественно, понимаете, я тоже пользуюсь кредитами, рассрочками какими-то. Я нормальный человек, как бы, и все это мне не чуждо. У меня ипотека, да. Вот, поэтому для меня, конечно, разбить камеру, а на камеру я снимаю все свои видео, это мой хлеб, понимаете ли. И это у меня все держится на ютубе в плане заработка. Поэтому для меня, конечно, этот момент немножко шок был. И я плакала, я плакала. Это, блин, это одно из... Плакала я. Я редко, когда плачу от горя. Ну, от этого горя я аж всплакнула, у меня сердце сжалось, я на минутку не поняла вообще, что мне делать. Вот. Ну, понятное дело, что я снимаю видео, конечно же, я там сделала обложку такую, чтобы вам было интересно, чтобы вы понимали, горе-то мое какое, да. То есть я, конечно, не нарисовала там таблетки и уже вскрываться готова там, да, и что теперь жизнь не мила, там, что убиться мне теперь надо, да. Но это было мое горе, и мне печально. И сердце у меня не на месте. Но, конечно, я продолжаю жить и радоваться жизни. Тем не менее, в депрессию я не падаю. Поэтому, кто считает, что ой, фигня, что в мире творится. Да если задумываться о том, что вообще в мире сейчас творится, я сама в шоке. То вот это может быть глубочайшая депрессия от того, что на самом деле мы мало что можем изменить вообще, я считаю. Ну, реально. Я считаю, мы мало что можем изменить. И я отношусь к этому делу ко всему философски, к тому, что это моя личная карма. Где нахожусь я, какие эмоции испытываю я, какие люди меня окружают, в какой стране я живу, какие возможности у меня нарисовываются. Я веду, стараюсь вести праведный образ жизни, делая карму свою хорошей на будущее. Стараюсь очищать все, что я могла сделать в прошлом, из-за чего могу сейчас страдать, да. Но здесь и сейчас я стараюсь делать с наилучшей мотивацией для блага всех живых существ на Земле. И это моя главная мотивация жизни. Поэтому, что я могу изменить, так это только себя и свой внутренний мир. А вникать вот в эти все процессы, которые я точно изменить не смогу, и даже не хотела бы тратить на это свою энергию. Я думаю, изменив себя, я принесу больше пользы этому миру. Поэтому вот так. Поехала за телефоном. Ну что, мои хорошие, забрала все посылки. Просто вот у меня огромный. Василечек здесь у меня со СДЭКа пришло. Фаберлик три пакета забрала. Короче, есть что вам снимать. Очень много всего. А сейчас, знаете, я запарилась. Время 4 часа уже, 15 минут пятого. И я такая думаю, блин, ну не ехать ли, может, в торговый центр. Реально хочется поплавать где-то. Я даже взяла с собой уже плавки, себе взяла все. И просто не с кем идти. Посмотрела у девчонок в сторис. Никто нигде не отдыхает обычно сразу же, да. Рисуют, что отдыхают. Брат мой на работе сегодня. Кристинка уехала. Одна моя подруга Лена, черненькая, темненькая, она на море. Другая подруга только с ней списывалась. Но уже время 4 часа, как бы, вряд ли они куда-то выйдут, наверное. Хотя можно было бы спросить куда-нибудь, может, в бассейн бы или на пляж. Короче, и так получилось, что заранее ни с кем не договорилась. И как бы, ну вот воскресенье завтра у нас, получается, дельфинарий. Мир, да, там будут прям интерактивно все, там 5-6 человек детей будут взаимодействовать с дельфинами. 35 минут, вот, один на один. Вообще, это так мне интересно. Денька хочу, чтобы с ними поиграл. Ну, вот, и надо заранее как-то договориться. Вот, я бы на соленое с удовольствием поехала бы даже. Ну, вот как-то вот там сейчас много народу. И просто вдвоем с малышом, ну, не знаю. Такое себе. Если бы народу было немного, то да. Но сейчас просто везде, я уверена, народу куча. И как-то просто вдвоем... И, в общем, сегодня все-таки, наверное, телефонами мы будем заниматься. Вот мы и приехали, мои хорошие. Пока мы ехали, Денька уснул. Крепким сном. Разморила его жара. Время сейчас без 15.05. Мы приехали. Я потихоньку со своими друзьями, родственниками со всеми общаюсь. Какой телефон все-таки лучше выбрать? У кого-то айфоны. Плюсы-минусы говорят, да. Там у кого-то андроиды. Так что я в подвешенном состоянии. Я сейчас весы. Ну что, я определилась с телефоном. И сейчас я жду, когда мне вынесут мой телефон. Все покажу потом. Денька, он выбрал себе телефон. Вот он. За 6500. А смотрите, какие телефоны продают. Вообще, вот такой классный, да? Ну, на самом деле, это по-хорошему нормально иметь такой телефон. Чтобы заниматься жизнью, а не жизнью в телефоне. Кто мои хорошие? Все замылено у меня. Купила телефон. Всех на парке. Сейчас иду, снимаю на этот телефон. И мне кажется, как ужасно. Он снимает. Я хочу скорее снимать на новый. Но мы зашли в H&M. Я майки давно хотела уже новенькие купить Денни. Простые мальчики. Ну что, мои хорошие? Вот снимаю я сейчас на новый телефон. У меня здесь такое не очень хорошее освещение. Дома. Смотрю, это фронтальная. Сейчас я включу другую камеру. Сейчас такие вы. И только я снимала себя с хвостиком, одетая. И уже другой стороной я снимаю себя раздетую, без хвостика. Ну, просто прошло очень много времени. И я на самом деле уже уложила Деньку спать. Я смотрю на мелкую. Она что-то там унюхала. И прям внюхалась. Прям такая носом там. Какая хует. Ну что, мы проснулись. Время 9 утра. Я не выспалась. Нифига. Делаю сейчас себе кофе с собой. Потому что мы в дельфины. Едем к дельфинам. И Кристина любезно оставила у меня пока что свой стакан. Пока мой не приедет. Или пока она ко мне не приедет и не забудет его забрать. Вот здесь у меня кокосовое молоко, соевое молоко. Вот такой вот кофе. Манговый крем. Что-то мне банановый сплит вообще не зашел, девочки. Он такой химозный. В этот раз был. Просто ужас. В прошлый раз он мне очень нравился. И вот я решила корицы бросить в этот раз. Вот так. Для аромата. Вот так вот. И все. Я накрываю крышкой. Взболтала, как всегда, своей штукой. И, кстати, вот здесь взбалтывать прям непосредственно. Очень круто. Когда высокая кружка. И ты взбалтываешь не все содержимое, что в этой кружке есть. А только вверх. Тогда больше пены получается. А в моей кружке иногда пены немного получается. Буду немного здесь снизу снимать. Потому что мешают шкафы. Пробуем. Надеюсь, не горячая. Перфект. Вчера, кстати, девочки, я всю ночь просто... Я легла спать в 3 часа ночи. Я разбиралась с этим телефоном. Короче, как есть. Но я только проснулась. Я лучше еще при кофе. Короче, в 9 часов я встала. У нас час на сборы. И сейчас уже без 20. Надо еще приехать за 15 минут в дельфинари. Вот. Сегодня я взяла Денни путешествуя в мир дельфинов. И там у них команда 5-6 человек. Взрослые идут бесплатно. Для детей стоит это полторы тысячи. И в течение 30-35 минут тренер будет помогать детям взаимодействовать с дельфинами. То есть мы будем уже не зрителями. А мы будем непосредственно теми людьми, которые будут отдавать команды, играть в мячи с этими дельфинами. В общем. Потом можно будет поплавать, но это за дополнительную стоимость. Но у меня такое ощущение, что я не готова плавать с дельфинами. Представляете? Я боюсь. Вот я так хочу поплавать, так хочу поплавать. Но когда я их увидела, когда я вот это вот-вот-вот как-то... Какие-то мысли потом уже начали приходить. И думаю, что-то страшно мне. Вообще, это какая трусиха стала. В общем, сейчас сели в машину уже. Везде тестирую телефон. Сегодня позвонила Алинуся. Говорит. Ну что ты? Что купила? Довольна, недовольна? И я, знаете, с каждым человеком, который спрашивает у меня, как тебе с телефоном? Довольна, недовольна? У меня приходят новые мысли. Как бы что да как. Потому что вчера, честно, от того, как я настраивала, я не могла обновить инстаграм. Короче говоря. В общем, свои сложности там были. Походу мы не успели. Представляете? Дверь закрытый. А может другой какой-то вход? Заяц, ты что, расстроен? Ты не расстроен? Ну, опоздали мы, короче говоря. Опоздали. Мы на самом деле опоздали на 10 минут. И в прошлый раз, когда... А, ну сейчас вот 17 минут. Ну пока мы там постояли, сейчас пока добежали. Ну 12 минут опоздали. А на самом деле в прошлый раз представление тоже не началось ровно-ровно, знаете. Поэтому я подумала, что минут 5 хотя бы подождут. Ну и плюс там 5 минут. Ничего страшного. А сейчас я прихожу, там детки уже играют. А он говорит, ну сейчас мы чуть-чуть поиграем. Мы там хотели присоединяйся, сейчас мы чуть-чуть поиграем и пойдем гулять. А что гулять? Там вот это самое интересное интерактив. Они взаимодействуют с этими дельфинами. Он говорит, ну запишите. Я говорю, есть смысл вообще нам заходить? Потому что полторы тысячи как бы просто выкинуть за 2 минуты и вообще не хочется. Все-таки 30-35 минут, это не 2 минуты. Ну в общем перезапишемся потом. Печально. И еще вход был не с главного входа, а сзади. И тоже на это время потратилось. Я уже все такая дергаю, все. Уже потом пошла пока спросить куда-то. То есть тоже лишнее время было. Вот. Ехать далеко просто я не могу никак рассчитать время. И я еще кофе напилась. Сами понимаете, я хочу в дамскую. А тут где она? Где? Сходили на рынке. В туалет вот там внизу находится. Короче, еще один момент с новым телефоном. Это то, что... Вот я так вот веду. Короче, жара такая, не могу. У меня мозг закипает. Аккуратненько. Контакты. У меня перенеслись вроде контакты с именами, со всеми делами. Но ватсап открываю. И у меня нет ни одного имени. Я хотела брату написать, что... Где он, что он. Просто хочется сейчас в речку, в озеро куда-нибудь просто упасть. Закрывай, Дэй. Вот. А я не могу найти его номер. Все, я его найдусь не помню. А у меня вообще не определены, ну я имею в виду, номера по именам ватсапе. И вот что сейчас делать и как с этим быть, я не знаю. Вот еще один неприятный момент. Так, чтобы Дэнька сильно не расстраивался, а мы сейчас проведем еще тут. О, как тут хорошо. Смотри, мы на все. Смотри, какие... Смея. А кто это? Мам. Игуана, зеленая. Дэнь. Да, и какие игуаны. Посмотрите. Мам. Да. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Молодец! Пошли! Так, Денька выбрал машинку, смотрите, по цветовой гамме прям подходит ему. Сейчас тебе аккумулятор поставят. Смотри, все круто как во взрослой машине. Пока на небольшой скорости учимся ездить, да? Нажимай педаль. Вот, молодец, поворачивай, умничка. Да, вот туда едем за фонтанчик. Ла-ла! А нас встречает только кот. Ой, в трусах! Так, а чего мы приехали? Мы приехали, потому что Настюня сегодня будет стричь волосы. Как тебе будут стричь волосы? Повернись. Такие длинные волосики твои, а? Как будут стричь? Ты не знаешь? Покажи, покуда будут стричь. Ну, не знаю, помню. Даже не знаешь, короче... Я не знаю, но я не помню. Не помню. Я еще увидела, что у Насти здесь что-то выстригнуло. Смотри, я говорю, ты откуда? Она говорит, приходила подружка. Мы с ней поиграли немножко. Ей три годика. А, три годика сегодня. Ева, Ева маленькая. Я думаю, что она в небесах будет ножницами стричь. Короче, стричь. Она, она мне стричь. Я знаю, как тебя будут стричь. Тебя будут стричь прямо по вот это, где отстрижено. Будешь короткострижено. Да, Сонышка, это пульт. Короче говоря, мы идем в парикмахерскую. Посмотрим, как будет до. А ну-ка, покрутись давай, какая ты была до. Волосы пораспускай. Настюль, ну ты скажи, ты вообще готова подстригаться? Ты хочешь подстричься? Тебе уже не устало от длины волос? Устала еще как. Ну, ты бы как хотела подстричься? Если тебя спросит твоя парикмахер, скажет, ты покуда хочешь волосы себе? Сколько отрезать? Сколько покажи? Вот так вот как-то? Да. По лопатке. По лопатке, да? Да. И полукругом. Ладно, тогда мы тебя ждем после стрижки. И я потом сниму, и ты скажешь, понравилось тебе или нет. Хорошо? Хорошо? Мы заехали тут рядом с домом. Капешка, как я вам говорила. Денька из блинчики. Картошку не захотел, что-то не понравилось она ему. Это рыбная котлетка, салатик, морс. Пока мы ждем на стерну. В общем, поели от души. Денька еще кушает. Меня все на эту камеру блин смотри, не могу понять. Да, все мне нравится. Надо расслабиться уже, знаете. Это когда новый телефон или что-нибудь. Надо расслабиться. Это доволен, да недоволен. Получается, не получается. Денька вот еще и ест гречку. Вкусненько? Да. Деня, кстати, разобрался, как пристегиваться. И теперь пристегивается сам. Я ему просто говорю, пристегнись. И он пристегивается. Да? Молодец. Разобрался. Все, мы уже едем на озеро. Да только не виделись пять минут. Ну что, покажи стрижку, модница, сковородница. Ой, какие красивые, скажи, Настя. Так намного лучше, нам кажется. Нам нравится. Ну что, легкость, да? Поздравляю вас с легкостью. А, и ты что? Офигеть вы. А что нет там? Под сумочек. Все толпу пострились. Молодцы. Так, ну а вот мы выехали. Едем на соленое озеро. Как у нас красиво. Я так люблю эту дорогу широкую. Скучаю за Москвой в этом смысле. За дорогами, такими развязками крутыми. Ну и заодно, вот посмотрите, камеру, стабилизацию. Может вам будет кому-то тоже интересная, актуальна тема телефона нового. Звук тоже проверяйте, смотрите. Вот одна из девочек мне уже в инстаграме написала, что спрашивает, что у тебя за телефон. Мне вот интересно знать для себя там и вообще, на что ты делаешь такие фотки. Вот. Я сказала, держу интригу. А одна девочка уже написала, что есть разница в инстаграме. Вот прям stories буквально вчера я записывала, и stories и сегодня. И типа вообще разница огромная. Пишите. Свои наблюдения пишите. Как вам? И вообще, знаете, без предвзятости, не говоря, почему я еще не говорю, мне просто интересно. Не зная, что это за модель телефона, да, что вы будете писать. То есть вообще, что за бренд и модель телефона. И что вы будете писать, хорошее или плохое. Вот мне интересно, чтобы потом вы узнали, что это, да, и сравнили. Любопытно, короче. В инстаграме, кстати, я еще делала опрос и спрашивала, как вы думаете, что я купила, айфон или андроид. И, ну вот чуть-чуть, там практически 50 на 50, но чуть больше, на пару процентов, проголосовали за то, что я купила айфон. Вот. Ну, вот мне интересно. Пишите здесь в комментариях, как думаете, что за телефон. И потом в следующем влоге, наверное, уже. Или не в следующем влоге. Или, может быть, я даже отдельно, я думаю, отдельный обзор снять этого телефона на свой второй канал. Потому что, ну, есть, что много сказать. Очень много новых впечатлений. Поэтому есть, что сказать по этому телефону. И вот, возможно, там, да, там, наверное, может быть, интригу раскрыть. Заодно вас на мой второй канал тем самым волной пустить, чтобы подписывались больше. Потому что там вообще у меня, там у меня канал просто. Здесь он такой же, знаете, для своих. Или вот кто вот во мне энергетику какую-то находит, свою, да, что-то интересное, новые. И здесь так медленно подписываются люди. Потому что здесь вот влоги, такой лайф. И это немножко другое, да. А там у меня шопинг, там у меня обзоры, всякие тесты. Это очень полезно для многих бывает, прежде чем тратить деньги. Очень много всего интересного. Там у меня люди подписываются просто очень быстро. Там очень хорошая активность, очень хорошие просмотры. И у меня второй канал мой вообще очень сильно радует. Поэтому, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Я попробую замутить так, чтобы сделать там отдельно обзор на телефон. И там вы в комментариях напишите, угадали ли вы или нет. А здесь в комментариях пишите свои догадки. Кстати, еще просто интересно на заднюю камеру вот так вот снять селфи. Тоже потом посмотрю, как это. Здесь больше такая детализация. Больше видно моих веснушек, конопушек, прыщей, которые на лбу. У меня прям вообще просто сыпь из прыщей. Не знаю, видно, нет. Надеюсь, нет. В общем, девочки, сейчас у нас вообще трэш-трэш-трэш-трэш. Вон, видите, брат пошел что-то там смотреть. Что-то говорит, что-то хочет сказать кому-то. Не мне. Куда? Не поедем, мы на взгляд. Почему? Поехали туда. А что там? Что-то не хочет на пляж. Короче, мы уже очень долго сидим, очень долго. Вот так вот мы и идем, понимаете, с кругами, со всеми делами. Столько времени там провели, так лучше бы мы вообще на той стороне машину поставили. Давно бы уже перешли, давно бы уже купались. Но Виталик так посмотрел, оценил ситуацию и сказал, мы не попадем туда даже заплатно. Там какая-то супер невероятная пробка. В общем, идем пешком, блин. Просто, если честно, уже настолько хочется купаться и настолько жара, что ты готов уже даже пройти долгий путь через жару, но к воде. Ну что, мои хорошие, мы приехали, народу просто ужас, жара просто ужас. Я не знаю, сколько, честно говоря, градусов, но просто трэш народу, посмотрите, сколько. Очень много. Все, я хочу купаться просто. Денька уже вон обновился, искупался. Так, а теперь давайте я вам покажу зум, который здесь работает, который типа хвалят. Вот, вот, ребята, купаются наши шерстейки. Приближе мы на них посмотрим поближе. Так, закрыли девочки. Вот наши. Типа без потери качества тут увеличивают. Это еще не все тут. Ой, обнимаются. Денька вон ползет. Ой, любовь ты какая! Ну что, мои хорошие, мы пришли спрятать. Только у меня прическа, смотрите. Вот как оно получается спонтанно, такие прически все время прикольные. Вот прям прикольная гулька какая-то получилась. Как это вообще? Видно вам? Ну прикольная же. И очки у меня такие заляпанные вообще. Буду без очков. Отличное солнышко. Сейчас отлично провели время вообще. Я не стала много снимать, потому что вы уже знаете наше соленое озеро. Людей показало, было море, просто огромное море. Но тем не менее, мы хорошо отдохнули, даже сэкономили на въезде, потому что просто там это было бы долго все. Еще машину наверняка негде было бы поставить. Далеко пришлось бы ехать, поэтому поставили тут вот на парковке. Все, ребята уже поехали и мы тоже выезжаем домой. И время у нас, девочки, полвосьмого вечера, представляете? Сейчас нам прийти домой, искупаться, побросать все вещи в стирку и спать. А завтра в садик. А еще на завтра мы запланировали спа. Ну что-то мне кажется, девочкам надо перенести. Мне надо очень много всего снимать. Понедельник, да, поснимать бы. И вот как бы сегодня загорали, купались. И как бы завтра сразу же подряд. Ну мне кажется, это не очень. Лучше на вторник, наверное. А, нет, а вторник он... Среда, вот на среду. Надо будет прозвонить всех, сказать на среду. Офигеть, это что, подсветка что ли? Подсветка, похоже. Прикольно. Моя обнимашка. Короче, мы приехали уже, я взяла мороженое. Вот такое вот, и клубничку. А Денька не захотел мороженое, он сказал, я буду скиттлс. Короче, мы уже очень хотим домой, но я очень захотела мороженое. Сидим, кушаем, потом домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...